Всем привет! С нами продюсер Warface в компании Mel.ru. Учитывая, что ты по твоим словам отвечаешь за Warface во всех его поставщиках на русскоязычном пространстве, расскажи, чего достигли, что получилось с момента запуска? Всем привет! Я думаю, что проект еще развивается, еще многого достигнет, но за те два с половиной года, которые прошли с момента запуска на русскоязычных территориях, и, кстати, я хочу отметить, что именно русская версия Warface стала первой, которая увидела свет. Для нас это был прикольный челлендж, потому что когда ты берешь на оперирование какой-то проект, который уже известен, который уже давно запущен, обкатан, это одно, а совсем другое, когда ты запускаешь что-то новое и сталкиваешься с кучей проблем, который тебе нужно решать оперативно, и потом на твоих ошибках уже будет учиться весь мир. Ну, сейчас Warface запущен практически на весь мир. Это было прикольно, это был крутой челлендж. С момента запуска мы успели выиграть ряд наград кри, причем как в 2012, так и в 2013 году установили рекорд Гиннеса по количеству игроков онлайн на одном сервере в шутере, установили, выиграли премию Рунет, для нас это тоже большая победа была. Ну, скорее наших игроков, потому что все-таки они голосовали, а не мы что-то для этого делали, что тоже очень приятно. Ну, были и другие награды, в том числе и на международных выставках, на GamesCon, на азиатских выставках. Если говорить о росте проекта, то, в принципе, он продолжается. Сейчас у нас зарегистрировано в игре почти 21 миллион человек. Это много. Ежедневно в игру играет 1700-1800, ну, зависит от дня. Это хороший показатель. Ориентация проекта какова? Это все-таки больше на массовость или киберспективная составляющая является важной для проекта, и это не просто пиар и привлечение внимания, но и вы готовы и стремитесь стать дисциплиной на уровне Counter-Strike, Dota и такого, то есть крупного формата? Ну, я думаю, что одно другое не исключает. Безусловно, проект ориентирован на массовый рынок. Мы считаем и хотим, чтобы максимальному количеству игроков было в игре комфортно и интересно. У нас все-таки есть PvE-режим, который ориентирован, наверное, больше на казуальных игроков. Кому интересно проходить всякие кооперативы с друзьями. Думаю, что это одна из ключевых причин популярности проекта. Есть и PvP. Но любая киберспортивная активность в игре, которая популярна, которая массовая, будет ориентирована на маленькую группу игроков, потому что это хардкорщики, которые могут показать действительно хорошие, серьезные результаты, которые после первого поражения будут продолжать тренироваться, работать над своей игрой. Ну, это нормально. Поэтому, если спрашивают, что для нас киберспорт, ну, во-первых, для меня это все интересно, для Никиты это все интересно. Мы очень много времени отдали всяким таким активностям. И да, это пиар-ход, естественно, это пиар-ход, как, я думаю, и для любого другого проекта. Но мы хотим, чтобы действительно людям было интересно то, что происходит. И в первую очередь это ориентирован на игроков. Мы не смотрим на киберспорт как на возможность привлечь какую-то огромную новую аудиторию, или переванить игроков откуда-то. В первую очередь это контент для хардкорных игроков, для наших. Да, возможность развиваться дальше в игре, показывать свое мастерство. Ну, делать интересные турниры. Когда у тебя есть интересные турниры с нормальными трансляциями, с нормальными освещениями. Для ребят, которые это смотрят, да, там, для многих казуалов и так далее. Это просто стимул работать дальше над своей игрой, посмотреть, ну, чего можно в игре достичь, да, какого мастерства. Ну, и понятно, что куча игроков, когда на это смотрят, они понимают, что это никогда не для меня. Ну, то есть я не смогу так играть. Ну, сейчас ребята подходят во время трансляции, говорят, передайте привет нашему клану, мы там очень болеем за такую-то команду. Ну, и просто ребят, которые участвовали в первом отборочном, их поддерживают. Они стали известны среди комьюнити. Это очень хороший поинт, потому что другие игроки тоже хотят такого, хотят быть известными, хотят, чтобы за них болели. И, ну, даже вот если посмотреть сейчас на команды, да, в прошлом этапе Open Cup, по весеннему, выиграла команда Беспонтов, они реально очень хорошо играли, у них был сильный состав, после этого их подписали в Team Empire, да, я думаю, что, ну, это реально прикольный кейс, то есть это показывает, что вот ребята тренировались, да, их подписали в серьезную организацию. Но при этом в игре за квоту они отлетели другой команде. Ну, то есть это показатель, что еще нету сейчас такого, что прямо установилась гегемония какой-то определенной команды, да, что вот только они, и все наоборот. Проект, именно как киберспортивная дисциплина, находится еще на стадии становления, потому что мы делаем выводы после каждого мероприятия, корректируем правила, да. Ну, хочется, чтобы тургир, это все-таки был реальный показатель скилла. Поэтому, когда у нас проходят чемпионаты, мы вне зависимости, там, вкладывал игрок в игру деньги или нет, мы даем ему все предметы, доступ ко всему, но чтобы просто все играли на равных, чтобы мы реально определили лучшего игрока. Ты упомянул про PvE-аспекты, и поневоле возникает ассоциация с другой игрой совершенно другого жанра, где тоже есть и PvE, и PvP. Но там оба, в принципе, формата соревновательные, существуют какие-то показательные, там, спидраны и так далее. Планируется ли что-то подобное в Warface? То есть, планируете вы развивать киберспортивную стреляющую PvE? Или это только фан, только для друзей, для погоняя с друзьями вечером, и это буквально только казуальный аспект? А про какую игру ты сейчас говоришь? World of Warcraft. Ну, грубо говоря, например. То есть, там тоже есть хардкорные какие-то гильды и так далее, тоже серьезный, в принципе, заработок для некоторых людей. В Warface, это может быть таким же, у такого же уровня аспектом? Или нет? Если говорить о дизайне игры, то у нас есть челленджи в PvE и в PvP, там определенные ладеры отдельные, плюс там командные ладеры. Ну, все-таки это командная игра, и мы хотим, чтобы социальная составляющая тоже имела вес. Ну, потому что, да и лучший способ, чтобы люди оставались в игре, чтобы им было интересно, это общение между собой, объединение в какие-то группы. Если говорить о PvE как о киберспортивной дисциплине, я думаю, в случае шутера это как минимум странно звучит, но я все слабо представляю, как можно нормально реализовать. Но вот, например, сегодня на мероприятии наши партнеры из МСА привезли несколько ноутбуков и организовали как раз PvE-турнир, где ты должен, как ты сказал, сделать спидран со своим другом, и он будет отобран лучше среди ребят, участников, получат какие-то призы. Но я это вижу чисто как фан. То есть, ну, я слабо себе представляю, шутер, киберспорт, PvE, наверное, как-то надо это все-таки дело разделять. Поэтому мы ориентируемся в первую очередь на PvP, составляющую, на режим подрыв, но который классический для шутеров, я думаю, в плане проведения турниров. Хотя есть и другие режимы, тоже раундбейс, там, например, захват, ну, это как CTF формат, да, там, возьми, донеси тоже, там достаточно много карт, интересно. Ну, сейчас мы сосредоточены на подрыве, ну, и плюс для людей, которые интересуются киберспортом, это просто понятно, привычно, поэтому, ну, это одна из основных причин, на которой мы остановились. Ну, и ребята, которые приходят, все-таки, ну, которые сейчас хорошо играют, это далеко не первая их игра, то есть не то, что там они выросли в Warface, там, люди, которые играли до этого в Counter-Strike, Point Blank, Crossfire, там, и так далее. Насколько просто перейти из какой-то другой шутер игры на Warface, легка ли адаптация, и, допустим, какие особенности можно сместить именно у Warface, которых нет у других похожих игр? Ну, легка ли адаптация, думаю, достаточно индивидуальный вопрос, и переходить можно там из Call of Duty или Counter-Strike, да, чтобы порог вхождения игрока был как можно ниже, чтобы ему было комфортно, ну, чтобы он, соответственно, остался в проекте после этого. Поэтому мы готовим всякие обучающие видео, ну, нормально сделано обучение в игре и так далее. Если говорить о том, чтобы просто начать играть, да, это одно, если говорить о том, что, там, перестроиться, допустим, ты играл в профессиональной команде по Counter-Strike, перестроиться в профессиональной команде по Warface, думаю, это займет много времени. Если говорить о каких-то отличительных особенностях, ну, я выделил PvE, я думаю, это важно. Ну, и плюс, это все-таки фри-ту-плей шутер, который сделан крутой компанией и с крутыми технологиями, это, ну, тоже немаловажно, потому что остальные фри-ту-плей шутеры, которые сейчас есть на нашем рынке, ну, нет, мы слабее по всем вообще показателям. И это видно из результата, который проект показывает из онлайна. В плане киберспорта у компании какая политика? Допустим, есть два примера легких, Dota и League of Legends, где в одной дисциплине полностью издатель контролирует свою игру, и все турниры только от издателя, а в другой, наоборот, комьюнити само проводит турниры, очень много различных лиг от разных абсолютно организаторов. Вы даете свою компанию на растерзание, свою игру на растерзание комьюнити, чтобы там какие-нибудь сайты, лиги сами делали турниры, или это будет только под вашим четким контролем, с вашей маркой качества? Какой будет подход в плане развития киберспорта? Ну, если ты говоришь про Dota, то у нас все-таки немного другая ситуация, потому что там один издатель на весь мир, да, у нас достаточно много издателей на разные территории, и плюс в зависимости от запросов территории определенные настройки, моменты игры могут достаточно сильно отличаться. И если говорить про нашу компанию, то мы все-таки работаем на русскоязычном рынке, да, и работаем с этой аудиторией. Если спрашивать про какие-то глобальные вещи, развитие, там, в плане международных турниров, да, там, участие, ну, может быть, в каких-то DreamHack или еще что-то, это все-таки вопрос к райтику, да, как компании, которая распространяет эту франшизу об их планах, то есть это я тебе вряд ли... Даже в уровне вот СНГ региона позволить ли вы там каким-то сайтом репарейд турниры, или это только будут турниры от Mail.ru, только вот от издателя Warface? Мы не только позволим, мы и позволяем. Допустим, там у нас есть WarCup, такая организация, которая устраивает турниры, но мы их поддерживаем там в меру своих возможностей. Ну, вообще, я думаю, что это очень прикольный кейс, когда комьюнити само организует какие-то мероприятия, там, делает порталы, на которых можно организовывать турниры, это здорово. Ну, вообще, за все начинания позитивные от комьюнити. Вот. Другое дело, что турнир ради людей, которые только участвуют в турнире, это не совсем правильно, потому что игра, ну, понятно, что там будет у тебя участвовать несколько процентов топовых игроков, постоянно играть между собой. Это не то, чего нам бы хотелось. Нам бы хотелось, чтобы было... Ну, игра получала нормальное освещение. Если ты делаешь шоу-матч, то это явно не шоу-матч, чтобы сильная команда сыграла сильной команды. Это сильная команда сыграла сильной команды, а куча игроков, которые хотят стать сильными, на это посмотрела, что для себя подчеркнула. К сожалению, у нас просто нет сейчас нормального функционала, там, спектатор мода, да, чтобы мы могли какие-то прикольные такие стримы делать. Ну, это больше вопрос к разработчикам, хотя я абсолютно точно знаю, что они над этим работают, тоже понимают важность, поэтому это просто вопрос времени. Если говорить о каких-то приоритетах, ну, я уже об этом сказал чуть-чуть, да, мы смотрим в сторону массовости, но не считаем, что одно должно исключать другое. Большое спасибо за интервью. С нами был Кирилл, продюсер Warface компании ML.ru. До встречи. Спасибо. Пока. Продолжение следует...